Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня на канале 22 выпуск ножевых новостей с рейс февраль 2023 года. Сегодня будет традиционный выпуск такого формата, который сложился в начале 2023 года. Мы поговорим в основном о новинках одной ножевой компании. Сегодня такой компанией будет американская SOC. Кроме того, поговорим еще о нескольких новинках, обойти, которые вниманием я просто не мог, несмотря на то, что выпуск тематический. Компания Giant Mouse выпустила 10-й нож в своей линейке и назвала его Giant X. Но если кто вдруг это не знает, то римская 10, вот эта самая X, в принципе это одно и то же. Поэтому нож называется именно X. И должен подчеркнуть, что в описании этого ножа на сайте компании-производителя прямо указывается на то, что он называется GMX. На самом деле GMX нельзя назвать абсолютно новым проектом, как прочие ножи производителя Giant Mouse. Дело в том, что это по большому счету такая увеличенная версия ножа Clyde, о версии которого с джинсовыми картой мы говорили несколько выпусков новостей назад. Впрочем, у этого ножа достаточно отличий, чтобы по крайней мере, если не внешне, то с точки зрения технологического наполнения он считался бы совершенно другим ножом. Внешность у ножа, конечно, вот все вот это вот. West Twist, как говорят сами производители Yen Sense и Jasper Vaxne. То есть это такой клинок ножа, который с одной стороны имеет немножечко приподнятый кончик, с другой стороны он имеет такие как бы скандинавские мотивы в общей своей форме, но при этом у него еще и благодаря приподнятому кончику вот такой вот дуге клинка есть и такой уклон в некие такие японские клинки, ну, в сторону традиционного танта. Так, по крайней мере, видят эту конструкцию сами дизайнеры ножа. GMX нельзя назвать большим ножом, но здесь все-таки клинок уже такой под 9 сантиметров, то есть побольше, чем его прародитель Клайд. Это такой, наверное, правильнее сказать, что среднего размера складной нож, потому что Клайд относится, ну, ближе все-таки к ножам относительно небольшим. Здесь интересно то, что вот этот вот, в общем-то, узнаваемый клинок скандинавских авторов, в данном случае впервые за практику работы компании, сделан из стали S90V. Ну, это, конечно, очень сильно привлекает любителей разного рода суперсталей в произведениях вот этих двух авторов. Вполне естественно, что проектируя новый дизайн ножа, ребята не смогли обойтись без какой-нибудь латунной вставки. Они, в принципе, фанатеют просто по этому материалу, очень его любят, и поэтому понятно, что здесь в базовой версии есть вот такой вот псевдобольстер, который нанесен прямо на титановую раму рукояти. Наметанный глаз, нажима на любителя, уже наверняка заметил, какая здесь есть особенность конструкции рукояти. Дело в том, что если приглядеться, становится понятно, что не видно вот той самой фурнитуры, которая бы скрепляла половину рукояти. А не видно ее, потому что и никаких половин здесь нет. Мы имеем дело с интегральным фолдером. Рукоять у нас из титана, замок, фреймлок, вот так весьма и весьма, как видно на картинке, оригинально стоящий снаружи сухарь. Я вот, честно говоря, что-то до этого такое припомнить только у итальянцев Лайонски, у Магу, но там дело было в том, что рукояти были алюминиевые при такой конструкции. Ну, а тут вот ножу придали такую интересную деталь, которая просто интересно выглядит. Так-то с сухарей с сухарем. Ну, я думаю, что с другой стороны, понятное дело, что когда вы делаете интегральный фолдер, то затолкать сухарь внутрь, это весьма такая сложная задача при сборке. Поэтому выкрутились вот таким вот удобным способом. Ножи уже доступны к покупке на сайте производителя и стоят 445 американских долларов. Ну, много это или мало для такого ножа, я думаю, что каждый решит для себя сам. Здесь интересно другое. Здесь интересно то, что прямо на сайте производителя указано, кто, собственно, делал этот нож. Потому что понятное дело, что Джеспер и Йенс очередной раз заказали эту партию ножей. Так вот, ребята, мы опять имеем дело с очень хорошо, видимо, сделанным, но ножом из Китая. Потому что его оригинальный производитель – это компания Raid Knives. Партнер 22-го выпуска новостей срез – сеть ножевых магазинов Мессер Мессер. Ножи и аксессуары – физические магазины в Москве и Санкт-Петербурге. И для всех остальных большой интернет-магазин. Также есть YouTube-канал сети ножевых магазинов Мессер Мессер, который веду тоже я. Не менее трех роликов каждую неделю обязательно заходите, там не менее интересно, хотя новости все-таки здесь. Моя личная ножевая новость этой недели заключается в том, что для канала, который я только что упомянул, снимал вот такой вот нож. Эта штуковина называется Axis Machete от компании Cold Steel. В рамках съемки, обзора и некоторого тестирования получил определенный опыт работы вот такой вот штуковины. И знаете, должен сказать, это гораздо лучше, чем я думал об этом умозрительно. Ролик в самое ближайшее время выйдет на том канале, так что переходите, подписывайтесь и ожидайте. Это прямо, знаете, весьма необычно, даже при моем богатом опыте использования разного инструмента плюс-минус подобного рода. Американская компания Sock это один из таких производителей, у которых на сайте я не обнаружил отдельного раздела, который содержал бы исключительно новинки. Есть у них при этом два раздела, в которых эти новинки так или иначе попадают и даже там пересекаются определенным образом. Потому что есть у них раздел веб-эксклюзивы, то есть там находятся только те ножи, которые продаются исключительно через сайт компании Sock. Ну и, как я понимаю, у некоторых онлайн-ретейлеров эти ножи тоже могут в том или ином объеме быть. И плюс есть раздел, который называется новинки. Но, к сожалению, в раздел новинки у них попадает вот просто прямо все подряд. То есть и какие-то новые модели, которые были выпущены только в этом году, и какие-то мелкие обновления старых моделей, там, в общем, черт ногу своротит. Я, откровенно говоря, выбрал те ножи, которые, по крайней мере, показались новыми мне. Но если вдруг сейчас вы увидите какие-то ножи, которые вы, возможно, видели в каталоге компании когда-то до этого, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что я в данный момент не совсем уверен, что все то, что показалось мне интересным из этих новинок, на самом деле новинками является. В веб-эксклюзивах я обратил внимание на два ножа с фиксированным клинком, которые показывают, насколько сильно могут отличаться ножи компании Sock. То есть и то, и другое прикольно, но прикольно за свои деньги. И, конечно, надо сказать, ножи это, ну, прямо-таки очень разные. Первый из таких ножей называется Field и показывает, что компания Sock может предложить в фиксированном формате всего лишь за 40 американских долларов. Производитель описывает этот нож, ну, как, что ли, такой, наверное, вариант, ну, море от Sock, если хотите. То есть вот такой вот нож классический с фиксированным клинком за весьма и весьма умеренные деньги, сделанный из подобных довольно скромных материалов, имеющих, может быть, не самый привлекательный внешний вид, но, тем не менее, за вот такие деньги это, можно сказать, максимально функциональный нож, который, наверное, можно получить от компании. И, на самом деле, я бы так сказал, что с большим интересом подержал бы его в руках и попробовал бы им поработать, потому что у меня создается такое впечатление, что за свои деньги это, может быть, ну, прямо интереснейший вариант и не только среди продукции компании Sock. Насколько мне удалось понять из описания фотографий, у этого ножа конструкция Full Tank, и на рукоять наплавлена вот такая вот довольно, в общем-то, несложной формы конструкция из термопластичной резины. Материал, на самом деле, очень приятный, Sock с ним работать умеет уже достаточно давно. Есть некоторые варианты по цвету, которые вы можете обнаружить. В общем, в принципе, вполне такой рабочий вариант. Кроме того, этот нож снабжается ножнами, которые, ну, вот вроде бы, как бы они почти тактические, но, тем не менее, благодаря вот такой простецкой клипсе, которую вы здесь можете видеть, это такой хороший вариант ножен для именно рабочего ножа, коим, в общем-то, филд и является. Любопытно также, что в этих ножнах есть вот такая необычно сделанная прорезь, которая позволяет ножом в ножнах пользоваться как стропорезом, ну, таким как бы безопасным лезвием для разрезания чего-нибудь. Вот надо сказать, что вроде бы ничего сложного, но я подобные решения видел чуть ли не только у Sock. Вот они большие мастера, даже в самый простой нож поместить что-нибудь такое, что недорого стоит, но, по крайней мере, выглядит интересно. Я, честно признаюсь, с годами понимаю, что стропорезами я в реальной жизни практически никогда не пользуюсь, но, тем не менее, факт того, что вот благодаря небольшой манипуляции с ножнами вы из этого ножа можете получить еще и стропорез, лично меня очень сильно радует. Чуть больше 10 сантиметров клинка из простенькой 7 Chrome 17 и толщина этого клинка в районе 3 миллиметров. Но выжили по-другому, выжили из геометрии, потому что, видите, здесь вот эти вот самые знаменитые соговские вогнутые спуски. Твердость у ножа сильно высокую не обещают, там что-то указано, по-моему, аж от 54 до 56 Денис по шкале Роквелла, то есть это, в общем, вполне такая обыкновенная твердость для простых рабочих ножей. Скорее всего, может достаточно быстро затупляться при некоторой работе, с другой стороны, будет так же легко правиться. Обещают вот эту самую соковскую крия обработку. Надо сказать, что с простыми сталями сок умели работать всегда, и если ничего не переменилось, за 40 долларов вы получите вполне уверенно работающий инструмент. И тут же рядом нам выложили еще один гораздо более симпатичный, но и гораздо более дорогой нож с фиксированным клинком, который называется Pillar. Я вот, если честно признаться, с этим названием не до конца понимаю. У компании Serky T есть целая серия ножей с тем же самым названием. При этом, по поводу того, почему вообще такое название используется вот именно как имя собственное, у меня есть только две версии. Ну, во-первых, надо сказать, что Pillar это довольно-таки распространенное женское имя в испанском языке, и может быть есть какая-нибудь связь. А вот компания Serky T про свои ножи пишет о том, что они так называются в память о корабле, которым когда-то командовал Эрнест Хемингуэй во времена Второй мировой войны, и на этом маленьком суденушке, это переоборудованное гражданское судно, охотился якобы за немецкими подводными лодками где-то там в районе южного побережья Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, короче говоря, если вы знаете еще какой-нибудь вариант, почему вот это название перепало вот этому вполне себе такому интересному ножу, который явно сделал, ну, с такой претензией на то, чтобы быть боевым ножом, даже вся реклама об этом свидетельствует, расскажите мне об этом в комментариях, мне бы было любопытно послушать. Ну, конечно, если немного отвлечься от цены, я бы сказал, что нож у компании Sock получился, ну, прямо прикольный. Вообще, ничего не скажешь, этот производитель уже очень давно славится тем, что умеет сделать вот такие вот ножи, которые и с точки зрения внешнего вида, ну, такие прямо боевые-боевые, и с точки зрения функционала, он, на самом деле, весьма полезный и как боевое оружие, и как и такие хозяйственно-бытовой инструмент. Ну, тут, конечно, даже на вид понятно, что все вот это будет присутствовать в полном объеме. Конструкция Full Tank, 4 миллиметра толщины клинка, длина клинка больше 12 сантиметров, и, в общем, все вот это вот сделано из американской S35VN. Ну, в принципе, вполне такой понятный подход к созданию ножа вот такого типа. Добавим сюда вот эту вот знаменитую зеленую микарту, очень приятную к рукам, такой хорошо сделанный чойл для какой-то мелкой работы, и получим вот такую вот штуковину, которой и поработать можно, ну, и, наверное, на полку поставить тоже будет весьма приятно. При вот такой вот разнице в цене, черт его знает, если бы мне работать, я бы, возможно, выбрал Field, но не могу отрицать, что пилар, конечно, это гораздо более такой, ну, что ли, близкий мне нож вот с точки зрения именно эмоций, которые получаешь, когда берешь такие штуковины в руки. В руках еще не держал, но, думаю, что не разочарует. В последние годы у компании Sock наметилась тенденция создавать одни и те же ножи в фиксированном и складном формате, и при этом отличаются они, конечно, далеко не только тем, что просто в нож с фиксированным клинком вставляют вот этот осевой узел, который позволяет складывать его примерно в такую же рукоять. Обычно это разные ножи, и вот на двух следующих новинках, которые меня заинтересовали, это тенденции есть в полный рост. То есть здесь я хочу сказать, что мне все время придется перескакивать с ножей с фиксированным клинком на ножи складные, которые имеют то же самое название. Но, тем не менее, меня лично эта тенденция, ну, по-своему, что ли, радует, потому что я, как человек, который достаточно часто тестирует ножи, знаю, что когда у тебя есть клинок какой-то привычной тебе формы, ты довольно-таки быстро приспосабливаешься определенной операцией, делать тем или иным ножом особым способом. Мы, наверное, есть какая-то сермяжная правда в том, чтобы у тебя была возможность использовать нож с фиксированным клинком и нож складной хотя бы с приблизительно одинаковыми геометрическими клинками. Впрочем, полностью одинаковыми они все равно не будут, потому что компания SO хорошо понимает, что ножи с фиксированным клинком, скорее всего, должны быть такими ножами помощнее, ну, а складникам можно оставить вот такую мелкую приятную работу. Первый нож, который меня очень заинтересовал, хотя мне кажется, что как новинка он был презентован все-таки в прошлом году, это нож, который называется Телос. За 50 долларов вы можете получить его складную версию, причем она сейчас доступна с очень такими разнообразными рукоятками, но, насколько я понимаю, пока в одной стали. А за 60 долларов можно получить такой вот фикс. То же самое, но чуть побольше и помощнее. У того и у другого ножа клинки сделаны из стали 440 СИС вот этой самой знаменитой СОГовской криообработкой. Я что-то, честно говоря, не припомню. По-моему, я в руках ножей с такой сталью клинка пока еще от этого производителя не держал. При этом фикс имеет конструкцию фултанк, а складной нож имеет замок, который они у себя на сайте называют фреймлок. Но он прям весьма и весьма оригинально изготовлен. Вот думаю, сейчас мы на этом чуточку остановимся. Рукоять у складного ножа имеет накладки из GRN. И вот посмотрите, как здесь реализован доступ к замку. Ну, то есть, я как бы умозрительно, конечно, понимаю, почему они вот это фреймлоком называют. Но, в общем-то, это вот очередной такой спор о том, что такое фреймлок и чем он отличается от лайнерлока. То есть, я, насколько понимаю, в СОГ сейчас подходит к этому примерно так, что если вы, когда берете в руку нож в открытом состоянии, в режущий хват пружину, можете прижать рукой, то это уже фреймлок. И неважно, в общем-то, как это реализовано. Ну, по-своему, наверное, это отвечает идее самого замка. Хотя, конечно, подход такой достаточно спорный. Но, согласитесь, я вот, честно говоря, не могу припомнить, видел ли я когда-нибудь подобную реализацию. То есть, это получается, что как бы часть накладки вырезана и закреплена прямо на пружине замка. И благодаря этому вместо лайнерлока у вас уже получается такой вот фрейм. Своего рода. Потому что, ну, навряд ли там действительно какой-то уж очень толстый лайнер, очень толстая пружина, которая удерживает клинок в открытом положении. Еще отдельно забавно, что на сайте производителя ни для того, ни для другого ножа не указана толщина клинка. Написано просто в описании, что клинок толстый. Я из некоторых других источников понял так, что, возможно, на обоих ножах толщина клинка составляет чуть более 4 мм. Ну, вполне себе было бы правдой, оба выглядят таким, ну, достойным, скажем так, вот, ножом для того, чтобы клинок такой был действительно большой и толстый. Собственно говоря, и масса этих ножей, которая тоже имеет достаточно значительные показатели, намекает на то, что вряд ли клинки там какие-нибудь уж слишком тоненькие. У Фикса при этом длина клинка чуть более 12 см, а у складных ножей что-то там, по-моему, 10,67 см указано на сайте производителя. Меня так немного забавляет. С одной стороны, очень радуюсь тому, что у компании SOC, в отличие от большинства американских производителей, вот прямо на сайте есть такая переключалка с метрической системы на вот эту вот имперскую, или как она там у них правильно называется. И наоборот, поэтому смотреть довольно-таки легко. С другой стороны, довольно странно, что у них в метрической системе все показатели, типа даже толщины клинка, приведены не в миллиметрах, как обычно принято, по крайней мере, на сайтах европейских или российских производителей, а в долях сантиметра. То есть там вот так вот это как-то указано. Разобраться, в общем-то, несложно, гораздо лучше, чем смотреть вот в эти их дюймы, но с другой стороны, все равно, немного забавляет, чувствуется, что американцы делали. Еще один интересный момент, который я заметил на фотографиях у ножа с фиксированным клинком, это вот такая вот клипса, на которой предполагается носить этот нож в ножнах. В общем, так скажу, она сейчас фигурирует сильно не на одной модели ножей сок с фиксированным клинком, но я вот такого в руках еще ни разу не держал. По-моему, появилась в этом году. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, скажем так, механизм работы вот этой вот штуковины пока мной особенно не изучен, но явно компания сок поставила какой-то очередной эксперимент и теперь достаточно широко внедряет его на своих ножах. В общем, в принципе, получились два ножа с такой достаточно умеренной ценой для тех, кто любит ножики помощнее. Ну и надо сказать, учитывая, что вот судя по виду, компания сок осталась верна себе, то есть вполне понятно, как эти ножи сделаны, плюс есть такие интересные технические моменты на том и другом ноже, думаю, что будет пользоваться спросом. Хотя, конечно, хотелось бы все еще их подержать в руках, но это, видимо, хорошо, если к лету до нас такие ножи доедут. Хотя, конечно, всякое может быть. Иногда все доезжает гораздо быстрее, чем я думаю. Следующий нож, ну или вернее не нож, а вот такая же вот пара ножей, фикс плюс фолдер, это нож Альтаир. То есть это тот самый нож, из-за которого я вообще изначально на сайт компании Fox побежал. Написал мне кто-то из подписчиков под одним из выпусков новостей о том, что а сходите, посмотрите, какой появился нож у компании сок, потому что, может быть, он даже ваш любимый багаут как-то где-то переплюнет. И да, должен сказать, что складная версия этого ножа весьма и весьма интересна и весьма и весьма по своим характеристикам похожа на тот же самый багаут. Но и фикс тут получился весьма такой необычный с функциональной точки зрения и тоже, на мой взгляд, очень интересный. Поэтому давайте, наверное, начнем с ножа с фиксированным клинком, а фолдер оставим как бы на закуску. При подготовке к этому выпуску новостей поинтересовался, что такое Альтаир и выяснил, что это такая звезда. Она, по-моему, 12-я по яркости на небосводе. В общем, такая приметная звезда на общем фоне всех остальных звезд. И, наверное, поэтому компания сок решила вот таким вот красивым названием назвать вот эту пару ножей. Ну, все-таки действительно. Наверное, эти ножи рискуют стать звездами в общей такой линейке компании сок. Фикс здесь придуман как такой, в первую очередь, ультралегкий рабочий нож. У него есть несколько особенностей конструкции. Но, конечно, самое интересное здесь то, что он весит чуть-чуть больше 73 грамм. Для ножа с длиной клинка под 9 сантиметров, ну, это такой вполне себе нормальный показатель. Здесь нужно отметить, что толщина этого клинка приблизительно 3 миллиметра. Ну, в общем, такой прям нормальный вариант хорошего такого рабочего ножа. Да, это не какой-то прямо такой ломовой девайс, но, тем не менее, это фикс с параметрами, которым некоторые фолдеры тоже могут позавидовать. Скорее всего, должно прекрасно резать. Ножны выглядят вот так. А тут тоже вот такая вот очень такая необычная система крепления, которую в компании сок в описании сейчас называют универсальная система крепежа. Universal Mounting System. Ну, вот такое там название, по крайней мере, сейчас фигурирует. Не знаю, имеется ли в виду сама клипса или вот этот вот способ ее крепления в данном случае, но, в общем, сейчас сок продвигает вот эту вот идею. И посмотрите, на самом деле, что интересно. Здесь она установлена на очень такие небольшие, негабаритные ножны, на которых по всем ножнам нет вот этих вот люверсов, которые крайне раздражают тех людей, которые ими не пользуются. Но, конечно, крайне радуют тех, кто предпочитает подвязывать свои ножи на какие-то элементы снаряжения, там, рюкзакам или еще куда-то, в самое разнообразное положение. Тут это, конечно, подругое. Нож очень легкий, но, тем не менее, ножны, ну, такие, по крайней мере, весьма оригинальные. Очень бы хотелось посмотреть, как работают. Вот при этом недавно снимал обзор подобного, ну, с точки зрения габаритных характеристик и геометрических ножа. И хочу отметить такую штуку. Вот что сок сделали классно. Большое количество люверсов с ножен они убрали, а вот этот вот один люверс, который позволяет использовать этот весьма легкий нож именно с шеей, подвесить его там на какой-то рабочий момент и пользоваться им с шеей в какой-то, например, плавсредстве там на рыбалке где-нибудь в каком-то месте. Или когда у вас вокруг мороз и просто все ваши какие-то элементы снаряжения, на которые вы можете подвесить нож, они находятся где-нибудь под курткой. Вот это здесь было сделано. Вот классно. Чувствуется, что люди разбираются в том, что делают. Есть еще один момент в конструкции этого ножа, который заявлен на сайте производителя. Но, честно говоря, из фотографий, которые здесь есть, а видео на сайте на момент съемки вот этого ролика не прилагается. Непонятно лично для меня, как реализован. Дело в том, что написано, что у этого ножа быстро съемные накладки рукояти. Сделаны они из GRN. Видно, что винтов никаких нет. То есть как-то они снимаются, видимо, голыми руками. Ну, подозреваю, что можно чем-то подцепить и там что-то вот вроде каких-нибудь клипс, каких-нибудь там, ну, вот какие-то пазы, возможно, в рукояти сделаны. Как-то, в общем, это реализовано, но как, непонятно. Если есть идеи или вы знаете точно, обязательно пишите в комментариях. Потому что, конечно, когда-нибудь я это дело подержу. И раз уж компания Sox заявляет такое, навряд ли там ничего такого не сделано. Но все-таки вот как это сделано, у меня и пока есть только догадки. В общем, Altair FX получился вот таким удобным рабочим ножом, который можно использовать и как нож походный. В общем, это скорее для тех, кто не очень хочет складной нож в каком-нибудь такой вот работе именно или, может быть, сложной походной ситуации, а хочет иметь удобный, но легкий нож с фиксированным клинком, который бы особенно не обременял, но все-таки позволял бы не пользоваться всеми вот этими вот штуками, которые связаны с открыванием. Потому что это для нас они, ну, что называется, изучены-переизучены. А многие люди, которые ножами пользуются достаточно редко, не любят все вот это, что мы с вами, наоборот, обожаем в ножах, которые сейчас складываются, раскладываются там однорукое открывание, закрывание и все вот эти вот штуки. Большинство людей даже с конструкциями замка разбираться не хочет, и этот нож явно для них. Но вот для нас, для ножеманов, я думаю, что сделали Altair складной. Но я бы так сказал, он, несмотря на то, что вот этот нож близок к очень многим складным ножам, очень сильно отличается и от Altair с фиксированным клинком, потому что там есть вот эти вот моменты, связанные с геометрией, с конструкцией ножа, которые, ну, выводят его в класс ножей. Ну, скажем так, очень мало такого на рынке. Не то, чтобы совсем нет, очень мало. Это на самом деле очень похоже на багаут, и даже, наверное, в чем-то будет и поинтереснее. Впрочем, начну с такого неприятного субъективного ощущения. Если вот Altair с фиксированным клинком – это нож, который имеет такую достаточно классическую геометрию, классический внешний вид, то есть нож, который ощущается ножом, я очень маленький нюанс его конструкции с упором, пожалуй, подверг бы критике, но мне просто как это выглядит не нравится, и думаю, что упор на этом ноже не особенно необходим. То вот Altair складной – это, конечно, нож, внешний вид, которого я бы назвал, ну, очень, просто очень спорным. Для меня ESOQ Flash IT – это вот какая-то такая же штука. Но что хороший, удобный, но вот внешний вид, я себя, честно говоря, побороть не могу. И, конечно, в этом смысле до багаута ему очень сильно далеко, кому бы как ни казалось. Но тут есть такие нюансы конструкции, которыми инженеры компании ESOQ решили инженеров компании Benchment немножко подвинуть. Хотя, конечно, это пока только умозрительно, но попробую поработать. Вот надеюсь, что вот этот нож до меня доберется обязательно, потому что это прямо, наверное, из новинок вообще в широком смысле, которые есть в этом году, одна из тех, на которые я очень сильно хочу посмотреть. А почему, собственно, у меня такое сильное желание? А потому что вот это вот складной нож со штифтовым замком X-Arlock, то есть это фирменный замок компании ESOQ, который они продвигают уже несколько лет, у которого, благодаря тому, что использован вот такой замок, которому наплевать клинок какой толщины ему запирать, толщина клинка составляет всего лишь 2 мм. Я, если честно признаться, вообще с большим трудом припоминаю ножи, у которых были бы не вот эти вот тонюсенькие лайнер-локи, на которых бы могла быть вот такая толщина клинка. И чем мне это нравится? Ну, понятное дело, что тут еще и спуски практически от обуха по всей длине. И, понятное дело, что вот резать это именно в такой простой режущей работе должно прям совершенно замечательно. Вот на уровне рабочих ножей, ну, например, Морокнифа, вот где-то примерно так. Да, понятно, что здесь не скандинавская геометрия, но столь тонкий клинок с высокими спусками – это прямо очень многообещающая штука. Понятное дело, что благодаря замку X-Arlock будет вот эта вот фиджетабельность, вообще такой любимый мною пользовательский опыт штифтовых замков, и на ножах сок, все это прекрасно реализовано. Ну, кто-то, может быть, наверное, немножко возразить, что все-таки вот эти вот пластиковые управляющие элементы не всем нравятся. И да, я тоже, наверное, частично, по крайней мере, отношусь к этим людям, но мой интерес к данной конкретной модели это не снижает, потому что в данном случае мы имеем дело с ножом, масса которого немножко меньше, чем 54 грамма. Клинок у него тоже приблизительно такой вот, как у багаута, что-то там в районе 82 мм длины. То есть, ну да, это еще не полноразмерный нож, но уже не маленький-маленький нож, а такой, ну просто умеренно маленький, как раз такой, каким является мой любимый нож компании Benchmade. При этом вот это вот утоньшение клинка, которое здесь есть в конструкции, потому что у Benchmade что-то там, по-моему, все-таки в районе 2,5 или даже 2,6 мм, вот где-то там оно как-то греет мне душу, очень хочется попробовать подобный нож в работе. Тем более, что сталь клинка у этого ножа, это 154 СМ с вот этой вот самой соговской криообработкой. Тоже пока в работе ни разу не держал, но в принципе китайские, например, ножи с этой сталью, которые сейчас выпускаются разными китайскими производителями, меня в тестах очень сильно порадовали. Поэтому заинтересовало и в этом смысле. Переставляемая потайная клипса, а соговские клипсы, это прямо вот ммм. С момента, как я начал серьезно увлекаться ножами, единственный производитель, который ни разу я не видел, чтобы сделал ножи с какими-то косыми неудобными клипсами, это именно компания СОК. Они у них просто совершенно волшебные. Кроме того, клинок этого ножа покрыт нитридом титана. Ну, в общем-то, относительно дешевый такой вариант покрытия, но думаю, что 154 сталь, которая и сама по себе, ну не так, чтобы очень сильно ржавеет, от ржавчины такое покрытие уверенно защитит. Ну и для тех, кто любит вот эту вот такую условную тактичность ножей компании СОК, я думаю, что покрытие это тоже радостный момент. На кладке ножа литые из GRN есть пластиковый спейсер, который сделан под цвет управляющих элементов замка и шпиньков, которые ставятся. И, в общем, вариантов по цветам достаточно много. Я думаю, что каждый может найти себе что-то, что ему нравится побольше. Ну, я вот, честно говоря, тот, который у них основным на сайте лежит, я бы, наверное, предпочел его, потому что вот этот вот серый такой цвет, как-то, в общем, понимаете, как мне кажется, он скрадывает вот эту вот, на мой взгляд, нелепую какую-то получившуюся прорезь, когда нож открыт, и вот между краем его клинка и краем рукояти есть вот такая штука. Я понимаю, что, наверное, так им будет немного удобнее пользоваться. Возможно, его так будет удобнее точить, но вот с точки зрения внешнего вида, ну, как-то все-таки вот не совсем. Тем не менее, как я уже сказал, нож у компании получился явно весьма интересным, это следует прямо-таки из его технических характеристик. И, в общем, самое любопытное то, что цену за него, ну, такую, как компания Benchmade за свои ножи, даже в базовых характеристиках тут не ломят. С другой стороны, на сайте производителя складная версия в данный момент заявлена за 125 долларов. Ну, наверное, у крупных онлайновых ритейлеров можно будет через некоторое время найти подешевле. Много это или мало? Ну, вопрос спорный. Бенчмейдовский нож сейчас будет подороже, но там вроде бы как тридцатка на клинке, это как-то многих греет. Ну, и понятное дело, что та модель все-таки проверена временем, а это уже новинка. Как будут развиваться события на рынке, обязательно посмотрим, но не могу не сказать. Вот прямо хочу. Подержать хочу. И если понравится, то наверняка и себе подобный нож с удовольствием бы завел. Потому что, в принципе, ну, скажем так, вменяемых денег стоит и очень много интересного. Швейцарская компания Victorinox на прошлой неделе выпустила первые ножи Alex Limited Edition 2023 года. По-простому нужно сказать следующее. С 2014 года швейцарская компания Victorinox выпускает некоторые свои ножи с накладками из анодированного алюминия в каком-нибудь фирменном цвете каждого года. Потом эти ножи в подобных цветах больше не повторяются. Никогда. Совсем никогда. То есть с 2014 года, уже девятый год, есть некоторые ножи в том или ином фирменном цвете. С одной стороны, коллекционеров все это дело очень радует, а с другой стороны, получается так, что, ну, вот мне лично фирменные цвета некоторых годов вообще прям очень сильно запали. Я бы просто и многие другие ножи в подобных цветах хотел бы иногда видеть. Ну, в общем, как я понимаю, там есть какое-то движение. Вполне возможно, что будут появляться какие-то потом другие накладки для некоторых других ножей, которые вообще в эту лимитированную серию когда-то не входили. Но, тем не менее, каждый год три или четыре ножа, по-моему, в некоторых случаях, компания Victorinox выпускала в фирменных цветах этого года. И вот такая лимитка 2023 года сейчас появилась на сайте производителя. Последние два года с точки зрения моделей и ножей, которые выпускались в этой лимитированной серии, состав не менялся. И в 2023 году модели будут те же самые, которые были в 2022 и в 2021. Но вот, надо сказать, что до этого модели были немножечко другие. В этом году в таком виде выпущены модели Classic SD, Pioneer X и Hunter Pros. Вот этими вот замечательными накладками из анодированного алюминия. Все ножи в том или ином виде держал в руках. И надо сказать, что все ножи совершенно замечательные. Если вас функционал вот именно этих инструментов интересует, то надо сказать, что Victorinox – это, конечно, Victorinox. И стоит, ну, в общем-то, относительно недорого, если вы не такую лимитку берете. 44, 77 и 130 долларов – такие цены на эти ножи. Ну, надо сказать, что сами по себе эти цены, конечно же, никого не пугают. Но если вам просто вот именно функциональный инструмент нужен, то какой смысл покупать лимитку? Потому что даже швейцарская компания Victorinox лимитки делает для того, чтобы немножко больше подзаработать на тех моделях ножей, которые, в принципе, у них популярны. И, естественно, в более простых версиях продаются еще дешевле. Цвет накладок в этом году называется «электрический желтый». Ну и вот вы на него посмотрите. Если фотографии точно его передают, то это такой желтый из зелена или зеленый из желта. Вот я бы так сказал. Ну, в общем, такой кислотный цвет. Последний раз такое на ножах Victorinox был достаточно давно. По-своему, конечно, прикольно. Ну и, да, к Хантеру Про предлагают еще и такой традиционный для этого ножа кемляк, который сделан из паракорда тоже прямо под цвет накладок. Ну, как всегда, в Victorinox постарались сделать, чтобы было прямо интересно и прикольно иметь лимитки их ножей. Честно признаю, что как-то так вот вышло, что я не владею подобными ножами. Более того, у меня и не в лимитированных версиях ни одного вот этого ножа нет. Ну, хотя нет, вру. Хантер Про у меня есть, но прям такой самый настоящий, с его вот этими пластиковыми накладками. В общем, довольно-таки старый нож. Мне его когда-то прямо с завода Victorinox отец привез и подарил. В общем, тут это у меня такая отдельная личная история, поэтому смотрю на этот нож с определенным интересом. Но я сказать хотел о другом. Сказать хотел о том, что когда вот эти вот ножи из той или иной лимитки за какой-то год попадали мне в руки, у меня все время вот ты их берешь, и какое-то ощущение такое возникает, что надо начать коллекционировать. Вот смотри, какие они классные. Я просто не делаю этого только потому, что у меня абсолютно все ножи, которые есть в коллекции, они работают. А вот этим, ну, как вам сказать, то есть, ну, не могу я набрать кучу одинаковых ножей, чтобы всеми ими работать, потому что не так мне это интересно. Заради цветонакладок, ну, наверное, нет, не совсем мое. Но отлично понимаю, почему куча коллекционеров по всему миру к этим ножам прикипели. Потому что вот именно для швейцарского производителя это вот прямо вот то, что надо. Их лимитки должны быть именно такими. 21 выпуск на живых новостей срез подошел к концу. На сегодня все. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.